Открой глаза, все та же трещина в небес, в стекле окна. Посмотрел я вчера, значит, это увлекательное действие, которое они назвали брифингом по делу Шеремета. Честно говоря, называется это обнять и плакать. Очень неприятно, когда производят такие вот пляски на костях, потому что, ну и я объясню это в конце, мое личное мнение заключается в том, что это было не дело Шеремета, это было фактически дело Авакова. Но давайте все по порядку. Во-первых, меня удивили уже некоторые люди, которые начали об этом рассказывать. И рассказывают опять они с точки зрения дестабилизации. Это такой на самом деле бред. То есть по, вот если даже смотреть на это расследование, даже если так предположить, что там все правда, то получается, что вот эти вот люди, группа людей, они фактически зарабатывали деньги умышленными убийствами, да, и всякими такими вот не очень хорошими делишками преступными. Но при этом, объективно, если подойти к вопросу, я не услышал два основных ответа на мои вопросы. Первый. Кто заказчик? Потому что в итоге, ну как бы, все же должно идти, ну то есть это исполнители, да, а и должен быть заказчик. Кому это выгодно, с какой целью это делать. Нам уже напарили о том, что это дестабилизация. При этом привязали куски вот последних разговоров, вот там этих двух барышек, по поводу там сакральной жертвы, этой Маруси Зверобой, там ее предлагали на роль Жанны Дарк. Блин, ну какая нафиг Жанна Дарк из Маруси Зверобой, я вас умоляю. И вот, хотелось бы понять, кто заказчик. Потому что заказчиком в данном случае является кто-то, кому интересно было совсем не дестабилизация. А вот финальные вот эти фразочки, они просто вставили для того, чтобы сказать, а вот у нас основная версия по дестабилизации. При этом, что интересно, если вы посмотрите записи разговоров, то вы там не увидите дат. Почему? Вот сделано это специально. Потому что возникли бы у людей вопросы. То есть, вот вы их слушали-слушали там два-три года. Ничего не делали конкретно с этим. И только потом, когда уже возникла эта ситуация со Зверобой, они туда всунули еще, короче, вот этот вот кусочек. И вот вдруг пришли к выводу, что это, что Шеремета они взорвали с целью дестабилизации. Они об этом не говорили вообще, даже не приблизительно об этом не говорили. Сказали только это вот просто обсуждая ситуацию со Зверобой, вот последнюю. Это вот последний месяц. Как вы к этому пришли? Такой бред, честно говоря. Вот такой маленький еще нюансик там. Вот они рассказывали про некого пистолета, который якобы потом сам покончил жизнь самоубийством. И там были такие фразы интересные в разговорах, что нам этого товарища нужно беречь как зеницу ока. Почему? Непонятно. То есть, если бы этот человек был таким вот слабым звеном, он мог бы их всех сдать, как вот так нам это показывают, то, наверное, его бы подельники, кровавые убийцы, должны были бы с ним разделаться каким-то образом. Но там несколько раз звучит одно и то же. Нам нужно беречь его. Зачем его беречь? Вот непонятно, как они связали это. На этот вопрос никто не ответил. Ну ладно. И вот второй вопрос, второй вопрос тоже интересный. Вот он вот, ответ на этот вопрос, дает понять очень многое. Почему их задержали только сейчас? Три с половиной года. Ну, три с половиной года они расследовали это дело. Это, конечно, очень долго. При этом, чтобы вы не сильно возмущались, они рассказали вам, да, что за эти три с половиной года они там произвели там, мне понравилось, отработали три тысячи квартир. Что такое отработали три тысячи квартир? Я не знаю, что. Обокрали вы три тысячи квартир? Не знаю. Обработали? Отработали. Что вы несете, блин? Это генерал рассказывает, понимаете? Генерал полиции рассказывает, что они отработали три тысячи квартир. Ну, замечательно. Произвели 800 выемок документов. 800 выемок. Каких документов? Ну, вот что? То есть, человек, который просто далек от этого, он просто будет удивлен цифрами. Типа, ну да, так много всего произведено. Какие вы еще выемки там делали? Каких документов? Просмотрели там целые месяцы, короче, записей с камер видеонаблюдения. Ой. Прослушали 80 миллионов связей, то есть, контактов, то есть, я так понимаю, звонков. 80 миллионов звонков. Боже мой. Ну, короче, вот это вот все, они надули щеки, и потом рассказывают, мы их задержали. А почему? Ну, смотрите, существует группа, да, какая-то преступная. Она уже как бы находится в разработке, их там слушают, там их ведут, там эти топтуны за ними ходят, смотрят, куда они пошли, с кем они общаются, устанавливают их связи, и все такое. И в какой-то момент эту группу задерживают. Но этот момент, это же не просто так, а давайте задержим сейчас. Нет. То есть, либо есть опасность, что люди сбегут, либо есть, ну вот, не задерживают до того момента, когда не найдут какую-то дополнительную информацию. Вот, например, в данном случае интересуют заказчики, да, вот они их всех крутят, 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 и нужно выйти на заказчика. Находят заказчика, и дабы его не спугнуть, задерживают всех вместе. А тут вот, на этот вопрос же не ответили, там, на пресс-конференции на это. Не ответили. Почему конкретно, в данный момент, их задержали? Что послужило вот этим вот толчком к задержанию всех этих товарищей? Не ответили на вопрос. А, как я предполагаю, ответ на этот вопрос очень простой. Предварительно, как мы помним, нам всем рассказывали, что министр внутренних дел, Тарсен Аваков, находится на своей должности до декабря. Пришел декабрь, бабах, какое громкое дело. Понимаете, что будет дальше? Дальше это дело попадет в суд, и зависнет там на многие годы. Но никому уже не будет дела до этого суда. Самое главное, что вот уже показали, что они уже вот что-то сделали. И самое главное, делал министр внутренних дел. Он же на трибуну вышел, тоже отчитался. Почему никто из тех, кто обсуждал вот эту тему вчера и сегодня, не задается одним прекрасным вопросом? Вот вы видели, они там презентацию показывали. Я не могу точно сказать, сколько надо сделать, для того, чтобы подготовить такую презентацию, но какое-то время нужно потратить. То есть, заблаговременно, было подготовлено презентация, а потом задержаны люди, и после их задержания, они эту презентацию нам показали. Не наводит ли вас это на мысль? Для чего все это делается? А кроме того, давайте еще отмотаем немножечко назад, и мы увидим, это я тоже рассказывал вам, самый большой наркокартель, задержали там сто одновременных обысков. Это что же пиарили эту тему? Потом смотрим, вот это вот встреча Зеленского, Путина, этого Макрона, Аваков туда поехал, тоже. Министр внутренних дел, который должен заниматься внутренними делами, поехал на международную арену. Чего? Ну, чего? Для того, чтобы быть вот на слуху, якобы попадать вот в тему такой вот позитивной информации. А сейчас пройдет еще какое-то небольшое время, может день-два, и сюда в этот список добавят еще какие-то вот моменты. И тот же самый Зеленский выйдет и скажет, ну смотрите, Аваков справляется, наркотики вон есть, ну в смысле не есть, наркотики вон смотрите, вон сколько задержали, сейчас мы наркокартели все разгоним, вон смотрите, поделаешь время это продвижение, какие ого-го, там еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Справляется министр? Нужно оставлять, не могу просто так взять и уволить, он справляется. И вот этот вот бред продадут вам, и вы его купите за бесплатно, за бестин, что называется, за бестин купите. Почему, как там говорил сам Зеленский, почему человек рождается такой маленький, пукленький украинец, трех, трех с половиной килограмм, а потом превращается вот-вот, вот такой вот. так что, к огромному моему сожалению, дело Шеремета на сегодняшний день вот в том виде, и в то время, когда оно показано, и как оно показано, не является делом Шеремета, а является делом Арсена Авакова, которому вот расследование этого дела сейчас поставят в огромный плюс, и потом будут оправдывать его оставление на месте, на своем, на прежнем. Вот так приплыли. Хотя, в принципе, все было, ну, как бы, ожидаемо, да? То есть, я, честно говоря, просто сидел и ждал, а что еще, что еще вы выкинете, чтобы пропиарить Авакова? Вот, пожалуйста. Съели? 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 Съели?